Соборность 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 И если голос человека, его духовный голос, его духовное вызывание к Господу Ава Отче может быть ослаблено его несовершенством, его страстями или грехами, то соборный голос Церкви, он мощен, и по молитвам Церкви Господь дарует просимое. Мы же в православной гимназии в первую очередь молимся, как и все православные христиане, о даровании нам благодати Божией, прощении наших грехов и, конечно же, успешном усвоении знаний наших воспитанников. И, несомненно, храм — это не просто какое-то долевое участие в воспитании наших учащихся, это центральное место. И моя задача как духовника, насколько я её себе представляю, — это не администрирование, это не наказание или поощрение. Это как если взять человека и за руку привести его в удивительное сакральное место и сказать «Я тебя привёл в место, где находится Господь, и уже не я тебе расскажу о нём, он сам тебе откроется». И вот в этом я вижу свою задачу, и в этом я вижу воспитание православного человека, пускай даже и маленького. Помимо литургии, которую Вы совершаете на празднике в Вашем храме, скажите, пожалуйста, а так дети заходят в храм с какими-то другими задачами? — Храм, конечно, существует у нас и выполняет практически все те же самые функции, которые выполняет обычный храм, но особенно это утреннее правило, когда мы все собираемся, молимся о том, чтобы дети были усердны, учителя также были усердны в тех знаниях, которые они дают. Также мы совершаем литургии, полностью окормление совершается, дети заходят в храм, дети не только в храм заходят. Как правило, чем искренний человек, это видно, он подходит под благословение, просит молитв, ребятишки целыми классами иной раз подходят после утреннего правила, просит благословение для того, чтобы день прошёл удачно. Мы иной раз, я иной раз шучу, спрашиваю, ребят, вы к уроку-то готовы? Иной раз потупят глаза, нет, батюшка, мы не готовы. Благословение на что? Ну, может, Господь поможет. Иной раз готовы. То есть помощь Божья нужна в любом случае. И приходят помолиться, иной раз в храме находишься, и слышишь, кто-то забежал, кто-то перекрестился, приложился к кресту, кто-то стоит, шепчет молитвы, кто-то иной раз поясные поклоны кладёт. То есть это всё естественно для православного человека. И вот эти вот маленькие сердца открываются перед Господом, иной раз со стороны смотришь и радуешься. Не напрасно существует наша гимназия, и, слава Богу, побольше нам людей искренних в вере. Посмотрим краткую биографическую справку отца Сергия. Иерей Сергий Кутилов. Клирик Никольского храма города Липецка. В 2002 году окончил Белгородскую духовную семинарию с миссионерской направленностью. В 2010 году завершил светское образование по специальности юриспруденция в Белгородском государственном университете. В священном сане с 2010 года. С 2011 года благословлённое епархиальное послушание по духовному окормлению сотрудников МЧС. С 2012 года назначен духовником православной гимназии имени преподобного Амбросия Оптинского города Липецка. В 2012 году он ограждён патриаршей медалью в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. А в 2014 году патриаршем знаком 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Батюшке 38 лет. Женат. Супруге Оксане 38 лет. В свободное от богослужебной деятельности время увлекается изучением формы в богословской направленности, чтением литературы классического и философского характера, изучает язык программирования, следит за юридическими изменениями законов и постановлений в российском законодательстве. Главным приоритетом в жизни считает Христа. Отец Сергий, очень бы хотелось, чтобы Вы нам привели несколько примеров вот такой молитвенной помощи и заступления преподобного, который окормляет духовно всех тех, кто находится под покровом его молитвенным. И вот примеры из уст ребят, которые Вам рассказывали, что с ними случается, как они себя чувствуют, и ощущают ли они вот такое заступление? Несомненно. Несомненно. Вы знаете, в православной духовной жизни не особо принято говорить о чудесах, которые случаются с человеком. Тем не менее, их иной раз видно невооруженным глазом. Приходят ребята, и радостно, особенно это касается контрольных экзаменов. Приходит ко мне бывший наш воспитанник и говорит, сдавали ЕГЭ, мне нужно было хорошо сдать математику, а с математикой, с алгеброй я не дружу. И вот говорит, у меня подготовка шла следующим образом. Я молился, и я читал. Я молился и готовился. В конечном итоге, я, говорит, стал с утра с головой, конечно, гудящей, но я набрал, он хотел набрать минимальный какой-то балл, но набрал вполне балл, который был необходим даже для поступления на физико-математические факультеты. Вот пример того, что Господь не оставляет в своей милости. А в целом я знаю, что существуют, и, кстати, это рядовые достаточно случаи, когда Господь помогает воспитаннику, учащемуся, хорошо и успешно сдать. Но также знаю, что ребята просили и за родителей своих больных, и больных смертельный, и на иной раз, и исцеление подавалось. Вот это я знаю тоже точно. Поэтому, но хочу ещё отметить, дело в том, что в нашем мирском понимании чудом является ответ Господа на наши просьбы молитвы, тогда как в понимании больше аскетическом, монашеском, чудом всё-таки принято понимать, когда человек исполняет волю Божью. И преподобный Амвросий оставил нам в этом плане огромное наследие из своих изречений, которые включают в себе… Вот одно изречение, и оно включает в себе целую главу Евангелия. И вот такая глубина, такая простота, и эти изречения у нас находятся в гимназии. И, иной раз, проходя, я останавливаюсь и сам напоминаю себе о том, как необходимо всё-таки быть и проще, и искренней. И тогда Господь подаёт и милует, а гордым противится. Отец Сергей, чайную паузу у нас никто не отнимал. И интересные рассказы из жизни, занимательные. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас угоститься чайком с нашим вареньем традиционным. Вы уже знаете, вы у нас не в первый раз. Поэтому, милости прошу, угощайтесь, пожалуйста. И жду вашу историю. Пожалуйста, угощайтесь. Ну, поскольку мы коснулись вопроса «чудо», было у меня такое следующее, значит, «чудо». После семинарии я был призван в ряды вооружённых сил и попал в учебную артиллерийскую бригаду в Мулино. Тот, кто служил, знает, что быть солдата достаточно непрост. Правда, после семинарии я был достаточно хорошо подготовлен к каким-то бытовым трудностям. Они не были в тягости. Но солдату всегда хочется кушать. И вот в четверг у нас был так называемый «молочный день», когда готовилась молочная каша. Все этот день любили. И так получилось, что на кухне, на раздаче, у меня появился знакомый Владимир, дай Бог ему здоровья. И вот всякий раз, когда я проходил, он потихонечку давал ещё чашечку каши этой самой. Ну, конечно, радовался этому обстоятельству. И вот однажды, ложась спать, уже отбой, я помышляю себе в сердце, думаю, вот был бы завтра Владимир снова на раздаче, вот, хотя ни его день, ни его дежурство, думаю, было бы неплохо. Да. И что вы думаете, прихожу, и Владимир на раздаче? Вот удача. Удача. Радуюсь этому обстоятельству. Потом на следующей неделе снова я думаю, вот, думаю, хороший был день, может быть, Господи, как-то вот получится так, чтобы... И второй раз. Он на раздаче. И тут я уже набираюсь такого дерзновения, вот, и, наверное, чего греха таить, наверное, больше как бы погневить Господа. Я говорю, Господи, пусть он и в третий раз будет. Вот, иду, и он и в третий раз так же на раздаче. И тут я уже его спрашиваю, Володь, а что, в чём дело, почему ты так не в свои дни-то на раздаче? И он в сердцах-то говорит, да ты знаешь, какие-то постоянные обстоятельства, то один заболеет, то второй попросит, то ещё что-либо случится. И я постоянно выхожу. Я, говорит, уже устал. И тут совесть моя проснулась, и больше я просить Господа о том, чтобы Володя был на дежурстве, не стал. Вот. Всё-таки пожалеть надо человека. Ну да, в таких прошениях бывает и обратная сторона, да, когда кому-то хорошо, а кому-то не очень. И вот поэтому иной раз вот со своими прошениями, я понял, надо немножко поосторожнее, и то, что Господь даёт, как бы это кого-то не огорчало. Да, спасибо, Господи. Такая интересная, конечно, история. И в этом не просто занимательность, а в этом большая назидательность. Мы познаём процесс того милосердия, которое нам Господь, и того покрова, который Он постоянно осуществляет над нами. Вот эта связь. Но главное ещё и не злоупотреблять. Но главное, да, именно в этом. А вам, дорогие телезрители, предлагаю посмотреть ролик о духовном воспитании в гимназии города Липецка. Негосударственное общеобразовательное учреждение Православной гимназии имени преподобного Амросия Оптинского Липецкой епархии работает по принципу целостности в образовании и воспитании. И в этом году получила статус лучшая гимназия. Центром духовной жизни гимназии является домовый храм. Литургия в праздники и молебны, ежедневные утренние правила и благословения духовника учат ребят надеяться на помощь Божию и его святой промысл в повседневной жизни. Большой вклад в системе воспитания обучающихся составляет модуль по основам православной культуры. Ежегодные олимпиады говорят о возрастающем интересе подрастающего поколения к вопросам истории церкви и житиям святых. 320 учеников от 4 до 11 классов в этом году участвовала в олимпиаде и 30 из них отобраны на муниципальный этап. Слаженность работы видна во всем. В дни посещения гимназии священноначалием епархии после исповеди и причастия на литургии они становятся свидетелями завораживающих своим жанром разнообразий концертов. Так Владыка Ефимин на Рождество не только любовался талантами детей, но и отвечал на их вопросы и традиционно одарял шоколадом. Хочется отметить особый день в этом году, День Победы. Гимназия торжествовала. Два владыки совершали службу 8 мая, а потом на тематическом концерте своей малой детской армии гимназисты, а вместе с ними и гости, влились в акцию Великий Бессмертный полк России. И было впечатление, что дух соборности церкви сроднился с духом патриотизма гражданина своего Отечества. Духовный вакуум в гимназии вытеснен системным образовательным процессом, а воспитание человека на духовно-нравственных ценностях формирует цельную личность. Отец Сергий, ко Дню Победы в гимназии проводилось масштабное такое событие, мероприятие, в котором приняли участие оба наших архиерея. И после литургии для архиереев и гостей этого события предложено большое тематическое такое зрелище, концерт такой, в котором дети, конечно же, очень серьёзно расстарались показать ту любовь и ту память о ушедших сродниках в Великой Отечественной войне. И мне бы хотелось такой вопрос вам задать. Вот эта тема церковь и связь поколений, она является ли такой смысловой для жизни человека? Вы знаете, если мы исходим из определения церковь, то это собрание, сообщества верующих и не просто собрание, их главой является Христос. И условно церковь делится на торжествующую и воинствующую. Торжествующая церковь состоит из тех, кто уже потрудился на земле, вошёл в славу вечную, стоит у престола Божия. Мы — это церковь торжествующая, а мы — церковь воинствующая. И исходя из этого, церковь воспринимается как богочеловеческий организм. Так же, как у человека есть отдельные клетки, отдельные органы. Вот это и есть церковь. И, конечно, в человеке не бывает ничего лишнего, ничего напрасного. Так же и церковь, и её члены. Они не бывают напрасные, они не бывают лишние. И через нашу главу Господа, Христа, мы имеем молитвенное попечение друг о друге. Мы имеем память друг о друге. И когда иной раз человек приходит и спрашивает, у меня умерла мама, она была участником Великой Отечественной войны. Вы знаете, я не успел ей что-то дорассказать, я не успел ей сказать, как я её люблю. И вот такого человека всегда утешаешь и говоришь, вы поймите одну простую мысль. У нас глава Христос. Если вы обратитесь к нему в молитве, если вы сами будете молиться о собственной маме, о собственном сроднике, то это знание, эту любовь Господь передаст этому человеку. Пускай даже его уже с нами и нет. Но у Бога все живы. У Бога нет мёртвых. Бог наш не Бог мёртвых, Бог наш Бог живых. И мы все живы в Нём. И поэтому вот эта вот преемственность, когда мы молимся о тех, кто отдал жизнь за нас. И не только на полях боёв, сражений, но и в тылу потрудился, отдав собственное здоровье и жизнь. то они знают об этом, они помнят нас, любят нас. И наша задача не отчаиваться и достойно проводить нашу жизнь. А там Господь всё приложит. То есть вот этот момент, когда мы становимся наследниками тех духовных свершений, тех подвигов, которые понесли наши предки, всё это сказывается и в нас. И я надеюсь, очень надеюсь, что Господь в случае определённых вызовов внешних даст нам сил также защищать и любить ближнего. отец Сергей, я вам благодарна за эту встречу и за эту беседу. Спасибо вам большое. Спасибо Господи. И я думаю, что и нашим зрителям также была интересна эта беседа. А в завершении нашей передачи я желаю каждого, кто стучится к вам в дверь, встречать словами с миром, принимая. Когда мы вместе молимся, когда мы вместе учимся, трудимся, только тогда мы делаем себя и свою страну крепче и сильнее. КОНЕЦ